Время HV1 и HV2 HV1 и HV2 это 4 векторы скорости до и после этого распада и есть вот такой беременный факт который уничтожает тяжелый кварк со скоростью HV1 и рождается со скоростью HV2 этот оператор бесцветный полигрующий вариант и всякие его характеристики будут естественно зависеть от угла между HV1 и HV2 в пространстве Менковского HV1 и HV2 это будет косминус гиперболический Менковского угла который Менковский угол будет обозначаться и вот таким вот кругленьким ну или если мы сделаем аналитическое продолжение вошлидного пространства Время то там будет и склидов угол который будет уйти вот такой обоз который, ну, обычный угол который там с нуля до двух пик укромится большой не был вот этот сок который уничтожает тяжелую частицу с одной четырех скоростей рождается другой это то же самое что и сон на Вексиновской линии это вот для него всегда в английской англоязычной литературе используется слово «каст» «каст» просто означает вот угол «изул» частица летела так, потом вдруг полетела так птичка значит, у нас будут мы будем рассматривать два объекта перенормировку вот этого тяжелого поля и перенормировку вот этого вот белилейного тока который там в прошлый раз был на письме перенормировка поля тяжелого кварка войску идей известна вплоть до трех петель была найдена переломедниковым из темного англоязычного неким обходным путем про который я еще на самом деле его прокомментировал а прямым вычислением в рамках войску идей восхождение четверкин и я ее попозже посчитали получили полное согласие с непрямым выводом предыдущих авторов значит у проекта Александра Вельхановских линии есть такое замечательное свойство которое называется неабелевая экспоненциализация или экспоненциация может быть то есть, ну во-первых, если бы это была абелева диория то там было бы все вообще просто там Вельхановская линия конечной длины там любой какой-то конечной длины вот этот самый пропагатор есть экспонент от однопетлевого члена и все это там гений Фраучи Сура когда-то до исторического материализма указали а в неабелевом случае это не так просто и экспонент это остается но в экспоненте стоит стоит не один только член однопетлевой а стоят члены ну там всех порядков но только лишь с некоторыми цветовыми структурами поскольку когда мы считаем аномальную разметность то мы как раз таки берем константу перенормировки берем от нее логарифм а потом дифференцируем то логарифм этого экспонента благополучно съедает и в аномальной разметности оказывается присутствует очень мало цветовых структур большое количество цветовых структур просто запрещено вот если бы не было еще вдобавок к тому легких квадов чистая динамика и вот один тяжелый квад не обливаю экспонентации вот ей самой да 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 но как это понятно как это понятно ой ну давайте попробуем за пять минут на пенсии значит вот если я возьму в координатном представлении вот такую в этом петлевую диаграмму вот здесь есть какое-то время 0 здесь есть какое-то время t все это по всей времени ну то есть система покоя в аппарат а здесь есть времена там t1 и t2 которые все упорядочены и по ним мы интегрируем вот это одна петлевая диаграмма теперь я ее возьму умножу просто искусственно на еще один экземпляр такой же диаграммы вот я его нарисую кверх ногами здесь будет те же 0 и t а здесь будет t1 штрих и t2 штрих а t1 штрих и t2 штрих тоже производится интегрирование ну вот в таких пределах то я получу в зависимости от того как штрихованная переменная интегрирование и не штрихованная а сравносятся друг другом кто меньше кто больше я получу целый набор диаграмм я получу вот такую диаграмму плюс я получу вот такую диаграмму плюс я получу вот такую диаграмму так это значит я сейчас получу когда вот эта вершина самая левая уже рассмотрел в общем их будет 6 штук сейчас теперь эта вершина уже должна быть не самая левая значит самая левая должна быть эта значит есть вот такая диаграмма плюс есть вот такая диаграмма и плюс есть вот такая диаграмма видно что здесь присутствуют все двухпетлевые диаграммы да я сейчас рассматриваю случай на форму 0 то есть есть вельсоновское линия и фотонное тогда вот здесь присутствуют все двухпетлевые поправки к этой вельсоновской линии причем каждая присутствует два раза таким образом если я таким образом настоящая двухпетлевая поправка которая сумма вот этих трех диаграмм есть одна вторая квадрата однопетлевой поправка мы не так не так так как так то есть в Абелевом случае если в единицу превратится в определенном случае, он запрещен экспоненциализацией. Здесь мог бы быть член CF2, мог бы быть член CFCA, оба они отсутствуют по той же причине. То есть довольно большое, то есть вот я тут нарушно синим написал те члены, которые содержат петли легких квартов, вот если есть хоть одна петля легких квартов, то дальше разрешено все, потому что нужно эти плеоны цеплять под легким квартом, а там никакая экспоненциализация нам не поможет, ни в какой степени. Поэтому если есть хоть один NF, то возможны и CF, и CA, и вот NF в квадрате, возможно так. А вот пока NFа нету, то вплоть до трех петель включительно, есть только вот этот самый CR. CR это представление, в котором есть скорение, и он же умноженный на CA в двух петлях, и он же умноженный на CA в квадрате в трех петлях. То есть в каждом числе петель, вот если бы не легкие квартки, была бы одна единственная структура, остальные отсутствуют. А в следующей петель появится новая, о чем, собственно, и докладка. То есть вот до трех петель включительно, как оказывается, если проанализировать, какие цветовые структуры могут возникнуть, то все они для произвольного представления R пропорциональны ЦР. Это называется каземеровский скейлер. То есть ответ пропорционален оператору каземера вот этого представления R. То есть, скажем, такая вот аномальная разметка для тяжелого кварта и для тяжелого какого-нибудь глюина друг к дружке относятся как цех к цеху. В следующей петле это нарушится, да. Собственно, это нарушение вычислено в этой работе. Часть другой. И ничего. Ладно. Значит, такая же точная история с этой экспоненциализацией. Для экспоненциализации совершенно не важно, что это рельсиновское линия прямое. Оно может иметь излом. Может вообще быть кривая, в принципе. Ну, там кривые здесь не нужны. А вот с изломом нужно. Значит, аномальная разметность скатства вот этого излома в рельсиновской линии или она же аномальная разметность вот этого эшкоэтишного и локального тока, который преобразует кварт с одной скоростью в кварт с другой скоростью. Она известна на трех петель. Посчитана она недавно. Вот такой вот толпой народу. Ну, тут есть две стадии. Краткая физраилетерс, 15-й год. Подробно Джейкерп, 16-й год, со всеми деталями. А там цветовые структуры те же самые. И до трех петель включения на вид вот этот самый каземеровский скейлер. Все пропорциональные операторы каземеров. Еще в этой же, в этих же вот статьях, было сделано предположение. Вот это то самое, что я сэкономер закрывать. Мы его пройдем. Предположение было чисто эмпирическое. То есть, как оказалось, это была большая неожиданность. И никаких причин никто не знал и не знает. До трех петель, включительно, эту самую аномальную размерность скейства можно записать вот таким интересным образом. Можно записать... Можно ее перевыразить через некую эффективную константу связи. Эта эффективная константа связи через обычную альфа-эс выражается, ну, вот рядом. Рядом с теми же цветовыми структурами, которые там более выписаны. То есть, те, которые там отсутствовали, они здесь отсутствуют. И если правильно... То есть, вот эти вот коэффициенты B с разнообразным индексом, то есть, они не от числа. Ну, числа, в смысле, они могут содержать там за допункцией от трех и так далее, и так далее. Но они именно числа, они ни от чего не зависят. А через вот эту эффективную константу связи аномальная размерность скейства выражается так, что в ней нигде нет НФ. То есть, вся зависимость от АНФ сидит внутри вот этого переопределения от альфа-эс к А, эффективная константа связи. А здесь нигде нет НФ-ов, нет. И здесь есть по одной структуре, то есть, есть часто ИСР, 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 ИСР в квадрате. Упс, я здесь забыл. Здесь, конечно, должно быть ИСР в квадрате написано. Пропустим. Вот. То есть, это получается такая универсальная функция. Универсальная в смысле, что ей не важно, сколько есть флейфов. Более того, на самом деле, она еще более универсальная. Ее же в трех петлях посчитали там в более общей ситуации, когда есть легкие скалярные поля, кроме вот легких спиннерных полей. От их числа она тоже не зависит. Она вот такая вот универсальная. Ну и... А, значит, как выбирается вот эта эффективная константа связи? Известный факт состоит в том, что когда мы все-таки в пространстве Минковского сидим, и этот вот Минковский угол Фи становится большой, то есть, мы... Одна из этих дверциновских линий прямых приближается к световому конкурсу. Или обе, кстати, могут быть вот так. По световому конкурсу, когда все равно есть конечность. То, соответствующая... Ну, то вот эта аномальная размерность просто линейна. Линейна по этому Минковскому углу. И вот ее... Эту аномальную размерность при больших Минковских углахах мы берем и обзываем, ну, там, вот этой эффективной константой связи. То есть, растет сфия линейна только вот этот главный член. Остальные члены стремятся к константе. То есть, вот, когда мы в светоподобном пределе, то вот этого всего нет, а их вот только вот эта ведущая члена связь. Это ее определение, это и константы. Ну, естественно, мы предположили... Да, пример. Ну, правда, это на самом деле действительно наиболее нетривиальный пример. Наиболее нетривиальный пример такой... Вот что же мы эмпирически наблюдали в этих работах? А вот что. Ну, что если мы посмотрим вот такую световую структуру... С, С, Т, Ф, Н, в трех плюсах. Там есть, например, вот такая диаграмма. Ну, и плюс еще там диаграмма попроще. Вот это и зеркально-симетричная отнесенная сложность. Она, естественно, зависит как-то очень сложным образом от угла каста. Вот этого вот, угла фига. Если же мы примем вот эту вот гипотезу, то такая структура может появиться из двух мест. То есть, либо мы берем двухпетлевое число вот отсюда на однопетлевую функцию отсюда, очень простую. Либо мы берем однопетлевое число отсюда на двухпетлевую функцию отсюда, которая довольно сложная. То есть, вот эта функция, как функция угла, выражается через, там, гармонический полилогарифм вплоть до веса 3. И она, оказывается, по существу вся эта сложность, вот она вот в основном здесь сидит. Она двухпетлевая, по существу. То есть, глядя на эту диаграмму, никто в жизни не догадался, почему некий результат вот таких сложных трехпетлевых диаграмм можно выразить как произведение неких там однопетлевых и двухпетлевых вещей, которые много проще. Но, тем не менее, эта именно как функция ФГ оказалась вот так. И этот пример, это вот наиболее нетривиальная часть того, что мы нахлели. Ну, есть еще там более простой, когда двухпетлевой кусок с однопетлевым связан. Ну, там еще можно как-то сказать, что-то мог случиться. А тут это трудно себе представить, что так случайно получилось. Поэтому мы предположили, что, наверное, вот эта вот функция, вот эта, она универсальна и в более высоких порядках тоже. Но хотелось бы, и если это так, то эта функция какая-то, какой-то должна иметь смысл. Ну, с чего? То есть, она как-то описывает структуру вот этой нашей калибровочной теории вне зависимости от того, какие там есть поля материи и сколько. знает только про калибровочную группу фактически. То есть, если бы это было правильно, это было бы, ну, я бы сказал, некий вызов понять, что же это за функция и откуда она такая произошла. Ну, вот это предположение оказалось неверным. Специально фактически для его проверки была задеяна вот эта третья работа, которую я сейчас и догадываю. Ну, чтобы проверить в следующем порядке, нужно что-то считать четырехпетлевое. Ну, считать четырехпетлевое что-то, как функцию угла фи произвольного, очень сложно. Мы технически до такого уровня не дошли. Потом мы посчитали при малых углах. При малых углах мы разложили по фи, плать до фи в четвертой. И обнаружили, что предсказания, которые следуют из этого предположения, однозначно опровергаются. Тем самым, вот это вот открытие сейчас уже закрыто. Вот я... Вот я не понимаю, значит, во втором порядке, если вы выбросите член школы охраны... А, поздравьте, да? Это три реальные предположения, да? Ну, это все же не совсем три реальные предположения, но близко к три реальные предположениям. Оно состоит в том, что двухпетлевой кусок, пропорциональный рНФ, как функция фи, пропорциональна на петлевом кусок. Вот что он говорит. Это не совсем три реальные, но это близко к три реальные. Там действительно можно понять легко, почему эта двухпетлевая аномальная размерность со вставочкой РНФ, она действительно пропорциональна на та же самая функция фи. А вот этот кусок, вот этот, это действительно, действительно, как сейчас кажется, поразительное совпадение. Потому что вот эта гипотеза опровергнута, но сам факт, что в трех петлях вот эти диаграммы выражаются вот через двухпетлевую функцию. Ну вот мы не умеем. Если кто-нибудь поймет, будет еще не делать. То есть вы действовали с ответом составе математической шумки. Один простое число, два простое число, три простое число, все числа простые. Значит, теперь оказалось непростое. Ну, да. На самом деле, это действительно далеко не первое пример. Были какие-то, в теории перенормировок, какие-то, я не помню сейчас точно предположения, которые справедливо, вплоть до какого-то весьма большого числа петель, а в следующей петле нарушаются. Ну вот, значит, в четырех петлях возникает новая цветовая структура. Нет, вот это я сейчас говорю про казимировский структура. Он-то нарушается в четырех петлях, но тут как раз нет ничего удивительного совершенно. Он должен нарушаться. В четырех петлях появляется новая цветовая структура, которая уже не квадратичная оператора дозимира, а четвертичная, или как это, кодруб, как это сказать по-русски. Вот, в общем-то, где кодруб у оператора дозимира возникает? Ну, возникает два. То есть, если мы возьмем вот такие четырехиндексные тензоры, следы симметризованного полностью произведения генераторов цветовой группы для фундаментального представления и для представления, в котором вот это самое мышление. Их перемножат. Поделим на размерность этого представления. Вот это вот цветовая структура, которая возникает, например, с такой диаграммой. Вот здесь вот есть петля легкого кварка, здесь есть вот наша тяжелая частица в представлении R, ну, и там, в частности, будет вот эта структура. Ну, естественно, тут все перестанут кинуть на X. Значит, она не является произведением CR на что-то, и тем самым она по определению нарушает каземеровские структы. Нельзя CR вынести за структуру. Есть еще вторая такая же, есть вторая такая же, где вместо вот фундаментального представления я возьму присоединенную, и она возникнет, например, когда вот здесь вот галлеводная петля. Все то же самое, как вместо легкого кварка клювы. Вот эти две цветовые структуры, они точно нарушают каземеровские структы. Они присутствуют и в аномальной размерности просто поля, и в аномальной размерности фундаментального совершенно все равно. Кстати говоря, точно такая же ситуация, вот, тождественно, та же самая, происходит и в потенциале, в кварка антикварковых потенциалях, но там все на одну петлю меньше. Ну, то есть, как бы, если вот этот каст разоркнуть, так условно говоря, вот этот наш каст, а вот здесь вот тут чего-то такое происходит. Вот если вот так разоркнули и выпрямли, получим потенциал. Так там, то есть, длина одну петлю меньше по сравнению. И там действительно в трех петлях впервые нарушается каземеровский струк. То есть, до двух петель включительно, потенциал между тяжелым кварком и антикварком, и между тяжелым, я не знаю, глюином и антиглюином, они действительно относятся друг другу, как цевкцер. А вот в трехпетлях потенциале уже нет. Там возникают вот те же самые вот эти световые структуры. Ну, это посчитано для потенциала. А мы считаем, мы хотели, в общем-то, мотивация была проверить гипотезу. Поэтому мы все нашли, что возможности попроще. То есть, мы считали коэффициент три вот такой вот световой структуры в аномальной размерности поля и в аномальной размерности поля аномальная размерности малого каспа. Когда угол фи мал, это естественно четная функция фи. При фи равном нулю каспа нет, поэтому аномальная размерность равна нулю. Потом там есть члены фи квадрат, следующий фи в четвертый. Вот мы посчитали два члена, фи квадратный и фи в четвертый. На самом деле, начали фи в шестой считать. Там бедный Максимилиан на каком суперкомпьютере в Майнсе эту программу гонял, по-моему, месяц. После чего этот суперкомпьютер выключился по выключению питания. Все это пропало. Но за месяц оно не посчиталось, фи в шестой. Поэтому мы наплюнули и сказали, хватит нам двух членов, фи квадрата, фи в четвертый. Фи квадрат вообще относительно быстро считается, фи в четвертый и приличное вычисление по объекту. Значит, если бы... Значит, как мы проверяем это предположение гипотезу? Если бы гипотеза была правильная, то вот этот наш член пропорциональный РНФ и новому квадратеевцу, этому четвертичному оператору Казимирову, могло произойти одним... Он не является произведением каких-то цветовых структур, которые снижают петлях. Поэтому он может произойти единственным способом. Целиком получится из вот этой цветовой структуры в А на Пи, в эффективной константной связи, которая с того пути умножилась на ведущий, на петлевой кусок аномальной размерности Каза. То есть вот эта функция фи очень простая. Ну, то есть это этот самый фи-катанкинский перболический фи минус единица. Широко известна однопетлевая функция от фи. Ну вот, то есть, что вот... Всю зависимость от фи мы тем самым знаем. Но мы не знаем, вообще говоря, вот эту констанцию нормировки, но даже если бы мы ее действительно не знали, мы могли бы посчитать отношения коэффициентов при фи в четвертом и при фи в квадрате. И уже сравнивать. Но на самом деле мы знаем эту нормировку Б. Потому что есть еще один предельный случай. Когда этот угол фи и в клидов и близок к Пи, то есть когда у нас Каз вот такой бут, этот заряд течет по этой мировой линии, возвращается почти пониже, с маленьким уголком Д. то это аномальная размерность Казпа связана однозначно с потенциалом. А потенциал в трех педлях, включая в том числе коэффициент при вот этой цветовой структуре, теперь, наконец, известно полностью аналитически. До недавнего времени было известно только численно, но с высокотичностью, правда. А сейчас вот благодаря Роману и Санстерам есть полностью аналитическое выражение. Поэтому мы можем, воспользовавшись этим соотношением гамма с потенциалом, вот эту константу нормировки В вообще найти из результата этих авторов. Так что у нас есть в этом смысле две проверки. Си квадратные члены, си четвертые члены. Обе не проходят. Ну, что я потом покажу. Значит, что мы хотим посчитать? Мы хотим посчитать собственную энергетическую поправку вот к пропагатору этой тяжелой частицы, которая обвесывается тремя диаграммами. Ну, то есть, на самом деле, она обвесывается шестью диаграммами, но они там попарно равны. Три, которые разные, можно нарисовать вот таким вот образом. и в случае КАСПА с малым углом, вот эти же диаграммы, только этот КАСПА нужно вставить или в крайнюю позицию, или в среднюю позицию. Вот эти левые диаграммы, это в крайнюю можно вставлять сюда, а не сюда. То есть, там надо добавлять зеркально-симметричную диаграмму. То есть, всего диаграмм получается, ну, я не помню, сколько это. Правда, что это? Но разных получается. Разных имеется всего шесть. Вот они все шесть здесь нарисуют. Дальше некоторые из них надо убивать, которые несимметричны зеркально. Значит, вот надо... А причем здесь мы еще разлагаем в рядку ФИ. То есть, мы еще говорим, что мы мало. Здесь у нас есть скорость В1, а здесь у нас есть скорость В2, которая есть на самом деле В1 плюс Дельта В. Дельта В маленькая. Разлагаем в ряд Тейлора до четвертого порядка. Ну и переписываем это через угол в концентрацию. То есть, после этого разложения пропагаторы вот эти, очень нежно и дифференцируются, возникают там какие-то там, в то есть до четвертых производных этих пропагаторов. Ну, то есть, получается, нормальное такое вычисление, но все сводится к вычислению вот таких диаграмм. Только пропагаторы продифференцированы достаточно много раз, и надо считать там, там, зонные интегралы, где в числителе стоят там эти петлевые импульсы в количестве четырех штук, на сразуобразной мине. вот, значит, как мы это считаем? Да, во-первых, мы это все считаем, нам нужно, чтобы не было инфракрасных расходимости. Мы боремся за то, чтобы вытащить константу перенормировки, то есть, только ультрафиолетовая расходимость. Значит, мы берем остаточную энергию, которая есть в остаточном пульсе новое, или мы ее отрицаем. Ну, так что мы находимся, вот эта вот самая частица, вот эта... Ну, вот шесть разных. А какие такие, что один из королевых... Значит, что провольная часть вот каждого из этих премократоров автоматически превратится в ноль. Ну, после суммирования всех, конечно. То есть, эта цветовая структура оказывается калиброчной и вариантной, в отличие от других. То есть, например, аномальная размерность поля, гамма-H, она не калиброчная и вариантная. Это аномальная размерность цветного объекта, там есть зависимость, естественно, от калиброчной. А вот для этой конкретной цветовой структуры ее нет. Ну, а дальше что мы имеем? Мы имеем три топологии диаграмм, которые вот здесь вот нарисованы. В каждой из этих тополог есть 11 линий, то есть, есть 11 знаменателей, которые могут названиться в любые там целые степени, и три числителя, как оказывается. То есть, всего 14 индексов. Дальше мы делаем редукцию по интегрированию по частям. я делал при помощи лайн-рэд программы Абрамана Али. Немцы делали при помощи фая, это программа Саши Смирнова. Результаты сравнивали, совпадают они, все нормально. И, значит, число мастер-интегралов для этих трех топологий Абейца, вот такое вот, как здесь написано. Но многие из них одинаковые. То есть, какой-то мастер-интеграл на этой топологе одновременно является мастер-интегралом на этой там, некоторых всех трех. Итого разных мастер-интегралов имеется 43 штуки. И, значит, 43 штук. Часть небольшая относительно вообще какая-то тривиальная, ну, там, выражается через данные функции, да и все. Часть сводится к каким-то известным вещам, но все это довольно маленькие части. Есть большое количество мастер-интегралов в том, что мнение тривиальных, которые надо разложить, ну, посчитать в виде разложения поэксиналу. Ну, вот мы считали ровно готового места, которое необходимо. То есть, пареньев могут стоять на какие-нибудь единицы на эпсилу коэффициент в коэффициенте. Поэтому надо разлагать, в общем, надо разлагать до той поры по эпсилу, чтобы из самого конечного результата уже для собственной энергии или для вершинной функции извлечь единицу на эпсилу в первой степени, которая необходима. То есть, конечные части мы не считали. А вплоть до вот единицы на эпсилу мы все посчитали. Мастер-интегралов тут надо сказать действительно вот тот самый хороший подход, которым большинство нетривиальных мастер-интегралов было посчитано, придумал Максимилиан Шталковым. Он посчитал, он придумал его совершенно замечательно. Значит, ну, во-первых, мастер-интегралов можно выбирать по-разному, это же базис. Базис можно выбирать как угодно. У меня есть электроны, есть еще фотоны, которые кэр-шамидиоли не обидуют. Это не стоит простейшая, так сказать, физическая задача. Поскольку у меня есть еще и фотоны, я хочу сосчитать, ну, не знаю, там, лэбовский сдвиг. Или, например, хочу учесть первую поправку, только еще есть болтание П, это тяжелое. Я хочу учесть, скажем, влияние отдачи там на лэбовский сдвиг. Как твоя, вся эта рожмель, может помочь мне решить задачу, скажем, а, даже в нулевом порядке вычислить лэбовский сдвиг. Или влияние отдачи на лэбовский сдвиг. Куда это все это засунуть? Кроме известного места. Ну, так, значит, влияние отдачи мы тут завел его пренебрегаем. То есть, влияние отдачи эта единица на им поправку. Хорошо. П, нулев, так сказать, выкинули. Прямая лэбия. Теперь остался лэбистуль. У меня есть легкие электроны, вот, так сказать, другой команды, и фотоны. Уже, как и агрии, так сказать, не бездумаешь. Как вот это все может решить простейшую задачу в такой постановке? В общем-то, не так. То есть, не имеет, но там, не имеет особо... должного жирова, который они ведут в храме. Ну, значит, так. Физическое приложение номер раз, это, конечно, распад бакварков цепи. Так? Вот, два тяжелых кварка. Один, другой распался, четырех векторов скорости у них разный. И, вот это вот, что описывает как раз все виртуальные поправки. Вот это Вильсиновская линия с Каспором, это все виртуальные поправки. То есть, это не есть реальное излучение глионов, из-за того, что он взял и поменял скорость. А это есть полный набор виртуальных поправок. Это необходимая составная часть. плюс, надо прибавлять реальное излучение, конечно. А вот. Номер два, но там надо действовать осторожно, но это работает. Это рождение ТНТ-Пара. Особенно, если это рождение ТНТ-Пара из бесцветного источника. То есть, она, я плюс и минус колокольчик. Вот, рождение из ТНТ-Т. Там эта Вильсиновская линия имеет каст. Но этот каст такой хитрый, что она сначала идет в прошлое, потом идет в будущее. Поэтому ее надо так аккуратненько аналитически продолжить. Вот эту область, это угол какой-то, какой-то очень страшный угол. Это как раз вытекает. Потому что вот у нас сидит в интерсердинчике, вот эти вот у нас. Вот у нас ТНТ-Т, они нестабильные частицы. Поэтому как ты будешь учитывать то, что ТНТ-стабильные частицы это Это отдельная вещь, которую тоже надо учить. Надо еще учить. Но все же написали, ничего разумеется, это физическая задача, ничего нестабильности, вот нестабильности, нестабильности, область. Нет, если просто куланское взаимодействие, так вот берем, они internet, гранат, медленные. Вот это есть. Вот это как раз когда они медленные, это главный эффект – полуста кулоновский потенциал ну да, но можно к нему нам надо фактически одна петля одна петлевая, одна петлевая каспа, то и есть вот этот обмен кулоновским кванком она будет лучше, чем то, что распадается а то, что распадается, надо действительно учесть так сказать дополнительно но рак поправки к простому кулоновскому потенциалу учитывать тоже надо это не так, когда ты не делаешь все дальше дело в том, что я делаю оценивание стабильного веществом еще, как строить теорию измещения нестабильных частиц если ты думаешь, что ты просто уточнишь потенциал а будешь считать, что она стабильная если ты получишь точнее отличие в одной петле так я сильно сомневаюсь, поскольку учет в промежутке нестабильности, он гораздо хуже это известно, когда, что делал Виктор Семенгель что-то в массу мнемную часть добавил, так сказать у тебя сразу там все уровни исчезли к свиньям, так сказать под порогом у тебя, у тебя порога нет, ничего нет учесть нестабильность, это просто считать, что у массы есть мнемная часть да, кто не из этого подхода, она, как сказать, не точная 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 практика, потом надо что-то делать ну, ну, вот-то я не уверен то есть, ты действительно там, как самый полюс у пропагатора не на действительной оси, и он сдвинут потому что это не стабильность поскольку ты не обладает определенной массой, то у тебя нет устромного порога где т т т т т начинает рождаться ты говоришь, ну там косинус больше единицы, меньше единицы и туда-сюда добавив плюсы гаммы, у тебя этого ничего нет у тебя нет порога, потому что масло не обладает конечно, порога такого, где бы сечение просто обратилось в ноль, его нет она будет вкладывать в ноль ну, вот, например, просто вот эти пропагаторы мы будем убрать с комплексной массой да, я не знаю, точность этого приближения она в итоге хуже, чем все эти дипломаты, которые мы собрали на основном, ну, это 2-е, это даже не так да, отдельная вещь, а вот да, знаешь, как она известная история о Британском флабе первой мировой войне, что там, как говорится, если у нас была проблема, ну там, где-то там стреляют а один сказал, давай меня под землей пускать и все сказали, а как это сделать это другой вопрос все-таки должна быть, наука должна быть, как это? self-consistence то есть, в жизни наука, как говоришь если ты не можешь учить все поправки нужного порядка ничего не уйти есть, ответ будет лучше ну да, то есть, на самом деле, вот если взять действительно ну да, то есть, на самом деле, вот если взять действительно с, как раз таки, карченского Радюшкина вот про двухпетлевую аномальную размерность Каспера это, э, восемьдесят, э, восьмой или восемьдесят девятый, для такого примерно так то, э, количество ссылок на нем совершенно зашпаливает вот это вот вот это вот вот это вот нет, ну то есть, этот результат очень часто нужен в самых странных и неожиданных местах как оказалось то есть, не только вот тех, которые я перечислил но есть там аномальная размерность Каспа она, оказывается, нужна в большом количестве каких-то задач и на первый взгляд, вообще трудно себе предсказать откуда она там взялась но она там, оказывается, нужна так, ну ладно значит, я тогда, наверное, про вычисления мастера интегралов как-то очень бегло скажу, чтобы не влазить в технические подробности ну, значит, во-первых, мы выбираем базис так чтобы в нем не было расходящихся поддиаграмм ставим там достаточное количество точек чтобы получить ультрафиолетовое поведение чтобы, если была расходимость не только что называется оборотом а не было поддиаграмм под двухпетлевых расходящихся во-вторых во-вторых вот эти вот самые а это вообще не ясно, что это возможно? ну, вот возможно оказалось то есть действительно такой какой-то диаремы нет ну, нет, ну хотя что так не знаю, по-моему, всегда это как-то оказывается возможно я не знаю вообще показательства во-вторых, вот эти вот времена вот эти времена вот это у нас условия, так сказать так вот эти времена я беру и называю вот это называю ноль вот это называю ров, оно самое большое это будет ров кси один а это будет ров кси один плюс кси ноль тогда вот эти кси один два они будут от нуля до единички меняться и вот если я пока да, я ее беру в координатное пространство тогда у меня будут вот здесь вот какие-то вот эти точки и будут вот эти точки, которые вне этой линии которые в демианом пространстве где угодно расположены а не напрямую а все вот эти беломассовые пропагаторы в координатном пространстве которые зависят вот от точек вне фельсоновской линии ну они каждая группа какая-то интегрирование все объединены при помощи геометской параметры точнее не ее еще раз говорю это на самом деле Максимилиан провел большую работу слушай, а вот как ты говоришь пример приема вот берем мы аналогичную задачу но только вот такую совсем которую можно измерить как бета-распаг вот до какой поры можно учесть вот влияние фельсоновского взаимодействия в конечном состоянии вот на вероятность бета-распага это же и поправка есть там есть там в низшем порядке там все от нуля та же самая правильно а если ты учел разницу масс например нейтрона и протона насколько это изменит ответ может вы можете таким образом такую задачу которую можно померить просто потому что она известна в общем-то экспериментальне как вам каком высокие точности в низшем порядке там все от нуля а дальше следующие поправки с учетом разницы масс нейтрона и протона поправки есть какие-то сахаром и замерфелем вот его низший порядок это сахаром и замерфелем все от нуля а вот они развили там целую науку поправки можно считать там 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 не надо все открыть там полное только все число нет там есть реальные разрешения и вот вот надо добавлять добавлять реальные то есть только когда это мы сделаем по теории возмущений то есть считаем что просто плену случился что с ним потом произошло это уже дело темное с в рамках в церковной в 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 наиболее в в в то наиболее то есть в в почему потому что п преслыв извлек в почему наиболевит то есть если совсем iem 2,5 сегма, или что-то вот там, где между тем способом. Ну вот. Но вот этот экстразивный способ, он как раз основан на том, что распадом БФД со звездочкой описывается, вот в нулевом порядке, поединиться на Айл, в Капа, тут уж, описывается функцией Фора Вайса, которую считать, конечно, народ не умеет, но про которую известно, что функция Фора Вайса при нулевом угле, то есть, когда ДС-развездочкой покоится в системе Б, равна единице. То есть, если бы не было определяться на М, Б и Л, С, что гораздо хуже поправок, то мы бы просто взяли эти экспериментальные точки, экстраполировали их в ту точку, где ДС-развездочкой покоится в системе Б, там форфактор равен единице, и ответ, просто матричный элемент пропорционал В, С, В, и сравнили с экспериментом, извлекли уровень. Но, естественно, единица на М, С, главным образом, поправки есть. Но, опять же, есть некий большой плюс. Есть теория Ванюка, который доказал, что все в той же самой точке, когда ухо равен нулю, первая единица на М, С, ну и единица на Б, заодно тоже поправка, обращается в ноль, в этой точке. Вторая уже есть. Это просто, потому, аналог, всякий в теории про нарушение симметрии, когда эффект нарушения симметрии в первом порядке зануляется. Довольно частая ситуация. Там тоже самое. Значит, вот эта вторая поправка, единица на М, С, квадрат, она все-таки заметна, вполне существенна, и просто так ей претендречь нельзя. Но ее там на решетке как-то считают, еще как-то считают. То есть она как-то не очень хорошо, но более-менее люди ее знают. Значит, тогда делается следующая процедура. Вот здесь вот у нас будет В1 на В2, который меняется от единицы до, по-моему, 1 на 6 примерно. А здесь у нас есть форфактор, умноженный на ВЦВ. Экспериментальная точка не доходят до этой точки. Они вот где-то тут есть. Мы хотим проэкстраполировать вот сюда и сказать, ура, вот это у нас в акценте. Вот то, куда мы проэкстраполировать. Значит, для этого нужно узнать на какой функции из Гора Байса, ну и желательно еще, скажем, кривизну функции из Гора Байса. То есть второй поединок. То есть, аппроксимировать парам. Тогда это вот докторометрическая оппанка по вот этим точкам мы сюда экстраполировали. Вот это, как самая нормальная, функция из Гора Байса и кривизна функции из Гора Байса. Вообще говоря, ну, некие феноменологические параметры, которые вообще-то зависят от МЮ. Их зависимость от МЮ определяется вот как раз тем целым с квадратом через четвертой кусками аномальной разуменности КАСПа, которую вот мы считаем. Но правда, МЮ зависимость, насколько мне известно, никто и никогда не использовал для феноменологических подгонок. Но, в принципе, эти параметры действительно зависят от масштаба перенормировки. Так что, чтобы теоретически разбираться в этой процедуре, надо знать разложение при малых углах аномалия разуменности КАСПа. Вот это, пожалуй, немножко ближе к наблюдаемым вещам. Ну, хотя, я говорю, никто это не смотрит. Так, ну что, можно продолжать? Ладно. да, действительно, технический кусок пропущу очень быстро, потому что сложно объяснить по-настоящему разумею. Значит, ну, это вот каждый из трех, там всегда три этих очков идей, но пропагаторы тяжелые частицы. Вот мы его из импульсного представления в координатное переводим. Это просто одномерное преобразование курии. И в результате всего этого, всех этих вот операций, то получается, что вот этот вот рун, в котором здесь есть единственное размерное переменное интегрирование, имеет размерность времени, электронный входил. входят в такой какой-то степени, которая, в общем-то, счетом размерности фактически определяется. То есть, интеграл под рун по единственному размерному параметру интегрирования, он всегда простой. Это всегда рун в какой-то степени, которую для каждой диаграммы довольно легко найти. и экспонент, а есть степени мега-ру. Диаметр вот это в нашем тракрасной регуляции. Поэтому вот это полу-ру, ультрафиолетовая расходимость, то есть, мы знаем, что мы выбрали все так, чтобы не было подрасходимости, а вообще общая расходимость, диаграмма, она происходит из области роста, имеющихся к нулю, то есть, когда вот эти все диаграммы схлопываются, вот, ультрафиолетовая расходимость. Может быть. В зависимости от того, какая здесь степень. Для некоторых она есть, для некоторых приемные естественные диаграммы. Значит, остается интеграл по вот этим вот кси-1, кси-2, которые определяют вот эти промежуточные точки, и по кси-анским параметрам, когда мы все безмассовые пропагаторы пообъединяли вместе. Ну, вот просто типичный пример. Вот, скажем, один из мастеров интегралов. Вот эта точка, то есть, вот эта с ознаменами в квадрате здесь, она поставлена специально для того, чтобы не было чтобы не было расстоящихся педиатром. Вот после вот всех этих операций, которые я тут объяснял словами, остался интеграл квадрат, который простой, интеграл до кси-1 до кси-2 и по шести альфа-параметрам. Вот это эти самые знаменитые многочлены ФИУ, которые всегда при переходе к альфа-параметрам или к ферниским параметрам возникают. Вот они здесь все написаны. Значит, интеграл подорог в данном случае дал благополучно гамма-функцию, которая дает полис с придорогным четырем, то есть есть ковровая ультрафиолетовая расходимость, но этот интеграл это общая мощность, он уже вынесся. А все остальное, оставшийся интеграл по двум кси-ам и шести альфа, он конечен. При альфа-параметрам кси-ам к тому, ну, это все знают, всегда нужно вставить там дельта-функцию от суммы произвольного количества альфа-параметров минус единица. То есть одно интегрирование убить сразу. Ну, в данном случае вы просто взяли и выбрали альфа-1 равно единица, то есть асконция некий конечный при апсилен к нулю семи градный интеграл. Дальше можно под интегральное выражение просто тупо разложить ряд по эпсилен нам нужно в данном случае два члена этого разложения получается то вот этот семи градный интеграл содержащий логарифм каких-то многочленов довольно ужасного вида. И существует совершенно замечательная программа Hyperint которую написал Эрик Панцер которая как раз считает весьма широкий класс таких вот интегралов полиномов логарифмов от полиномов схожих полиномов каких-то от первостей параметров помноженных на рациональные функции через полилогарифм в данном случае у нас полилогарифм от числа просто то есть это просто затафункции и вот это вот ответ для этого мастер-эртограмма вот в нем есть единица на пусах и сгонечник пусах так что нам не надо так что мы не считали потому что он входит очевидно с коэффициентом пропорционального введения цена вот этот кусок нужен для анабальной размерности а дальнейшая уже не нужна ну вот значит теперь как я уже показывал там есть три всего лишь различных диаграмма для собственной энергии ну тогда как мы находим кастанту перенормировки поля ну стандартно то есть вот эта пропаганда тяжелой частицы у которой есть знаменателе омега минус вот эта сина от омега и он должен быть равен констатии перенормировки на перенормированный пропагатор который конечен при псилот ну ну это в общем немножко удобнее переписать вот там то есть если я возьму с минус минус первой то есть подифференцировал по омега то я должен получить логарифм я должен получить минус логарифм за точку плюс что-то конечное то есть посчитавши вот эту сигму я считаю вот этот логарифм и говорю все отрицательные степени псилот пошли сюда нулевая положительная пошли сюда иначе для всего я нашел логарифм более того а производная логарифм логарифм это и есть аномальная разминность вот это результат то есть тогда вот первый в примере кусочек аномальная разминность трегамма аж четырех петлевых это на каэффициент 3 3 3 2 3 другие несомненно много сложнее считают но вот один кусочек уже здесь теперь про а ну да еще одного того кусочка есть заборное применение заборное применение такое атаку вообще связаны у поля скажем тяжелого кварка в пуси и в эффективной терапии они связаны через некоторую констанцию ширки вот эту пусть ну и плюс естественные единицы на поправке я тут нигде не рассматриваю единицы на поправке то есть это я сразу выбрал где вот эта константа ширки задается ну она во-первых должна быть конечна она связывает два перенормированных поля не бог и она содержит отношение константа перенормировки в схеме она с чертой этих двух полей и этих же констант перенормировки в схеме он шел только вверх ногами здесь пол а здесь аж ну вот так они строят вплоть до трех петель вот посчитал я когда-то в десятом году причем на самом деле это была очень простая работа потому что основные части уже были известны надо было только собрать все в одном куче таким образом кучу никто раньше не собрал причем если все легкие парки безмассовые а для аномальной размерности это все равно аномальная размерность чисто ультрафиолетовая вещь и все равно легкие парки в той петле они массивные или безмассовые вот то вот эта вот штука равна просто единице потому что в эффективной теории для оншел тяжелая частица нет масштаба все интегралы скайлфри все обращаются значит тем самым это равна единице соответствующий кусочек но коэффициент при вот нашей одной единственной цветовой структуре вот этой с квартек коземерами вот здесь известен вот здесь коэффициент при такой же цветовой структуре тоже известен это вот Майкл Чаттерн в той самой работе где он подтвердил четырехпетлевую бета-функцию по сиди независимо он посчитал он в частности нашел и вот это то есть он очень простой здесь написано коэффициент вчера единицы и никакие даже цета-функции ничего нет но значит это требование чтобы Z от него было конечно при эпсилант-0 а находя некий кусочек боншерл константы перенормировки тяжелого облака в четырех петлях коэффициент при вот этой вот нашей цветовой структуре должен быть вот такой как здесь написано кстати говоря сейчас то есть я знаю сейчас что считается вот эта константа перенормировки в четырех петлях цветовая структура считается правда в очень большой степени численно результатов полных еще нет они не опубликованы даже недополучены но по крайней мере это для них будет проверено при одной цветовой структуре есть результат ну и сейчас я покажу собственно главный результат ну и на этом собственно и будет все то уже осталось совсем немного значит как считать аномальную размерность кастра а вот так вот то есть проще всего начинать по вот такой вот лоб которая следует это тоже стовод совéré то есть по этой формуле вот это есть вершинная функция свой суп the минус такая же логарифм такой функции можем выдавать логарифм константы перенормировки конс пайли линейного друга, плюс конечный кусок, который нас не интересует. То есть автоматически видно, что при х равном нулю она обращается в ноль. Ну и вот это вот есть ответ. Вот это есть ответ по путем собирания тех этих результатов для всех мастеров интеграмов, прочитанных Максимилианом. Благополучно получается у нас фик квадратный кусок этого разложения, а фик четвертый кусок этого разложения. А фик шестой кусок, вот я говорю, там это свет выключили в компьютерном центре, я просто дал какой-то месяц считался и не досчитался. Поэтому фик шестой постоянно. И вот здесь вот он написан численно. То есть сочиняем их все в числе, но счет будет ясным на следующем кадре. То есть если он все вот эти там за докумции подставит, здесь получается там 0.15, здесь получается 6. Ну да, маленькие. Ну вот это все при малых укладах. Вот наше, вот то самое предположение, которое мы хотели проверить. Если использовать, ну вот, нормировку на потенциал из Романа Ли, то у Свердома, наверное, наушный инфлятор. Должно бы получиться вот так. Во-первых, там есть одна единая функция угла, умноженная на какую-то хитрую константу. А тут видно, что константы-то не все разные от третий квадрата, если в четвертый метр. Ну и во-вторых, здесь просто все числа совершенно не такие. Здесь куча каких-то логарифмов углов, которые в потенциале, которые у нас отсутствуют. То есть отряд, ну, абсолютно не похож. То есть тем самым предположение это, можно сказать, ну, не можно сказать, а просто однозначно, а проверено. Вот это и есть закрытие основное. Но в то же время очень забавный факт состоит в том, что численно, тем не менее, это предположение очень близко к правильному результату. То есть вот этот коэффициент отличается в третьем знаке, как видно там, на двуечку или там на троечку. Это отличается во второй значительной цифре. То есть здесь оно явно лучше процента, а здесь порядка процента точности. То есть, ну, чтобы это значило, ну, это уже совершенно непонятно. Но вот эта наша конъекция, которая аналитически стопроцентно неверная, численно довольно близко оказалась предсказанием к тому, что почти не верная. Ну, а вот, значит, кратко перечислены все основные вещи. То есть, вот, для одной единственной цветовой структуры, для очень простой приток, которая пропорционально числу легких флэйверов, то есть тут обязательно есть идея революбового флэрка, и пропорционально буртик Казимир. Посчитан соответствующий вклад в аномольную размерность поля. Он калибровочные варианты на этот склад, хотя другие явно не калибровочные варианты. Посчитан соответствующий кусочек. Вот, он шел в констате перенормировки. Это будет проверка для Матерса Штемп-Краузера, своего, каким-то студентом, который все кусочки считает, это один из них. Посчитано разложение вплоть до ФИФ-4 аномальной размерности КАСПА, тоже коэффициент при этой цветовой структуре. Гипотеза опровергнута. Однако забавно, что численные результаты этой гипотезы довольно полистикой. Ну, вот, собственно, на этом я и получу. Спасибо. 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 Продолжение следует...